И о событиях подробнее. В областном центре жильцы многоквартирного дома страдают от целой череды коммунальных аварий. В квартирах нет отопления, кроме того стоит запах канализации. В причинах такого невезения разбиралась Ксения Абутина. Этот дом на одной из центральных улиц Иркутска жители назвали штабом проблем. Первой задачей его обитателей стала попытка добиться замены трубы, которая лопнула в элеваторном узле. Из-за этой неисправности в двухэтажке до сих пор нет отопления. Мы обращались, получается, еще в середине сентября в управляющую компанию, делали заявку, все полностью объяснили, но действий никаких не было. Ремонтная бригада появилась только после того, как критическое количество жалоб накопилось в мэрии и даже в областном правительстве. Однако насладиться благами коммунального комфорта не довелось. Практически тут же произошла еще одна авария, уже в канализационной системе. В итоге в квартирах на первом этаже затопило подполье. Все зимние заготовки и другие вещи, которые хранились там, испортились. Была канализация, вонь, фекалий. В общем, я не могла дышать. Приходилось, вот, все открывали, чтобы нам как-то находиться, чтобы воней не было. Спать мы не могли здесь. Ходили вот так по соседям, где покушать, кто сварит, где что-то накормить, потому что всю ночь выгребали отсюда воду ведрами. Причиной проблемы с канализацией оказался засор в колодце. Но прочистить его оказалось не так просто. Чтобы начать ликвидировать последствия, коммунальщикам пришлось на ощупь искать колодец. С помощью подручных инструментов они протыкали землю, чтобы, наконец, обнаружить виновника аварии. С подобными коммунальными проблемами сталкиваются и другие жители областного центра. Многие из них обращаются в прокуратуру. С начала текущего года прокурорами выявлено более 6 тысяч нарушений в жилищно-коммунальной сфере, в том числе в деятельности управляющих организаций. За этот период внесено свыше 1750 представлений, предостережено 460 лиц. Почти 900 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Судами области рассмотрено 420 исков. По материалам прокурорских проверок возбуждено 5 уголовных дел. Что делать дальше, думают жители штаба проблем. Люди настаивают на том, чтобы дом признали аварийным. Фундамент и фасад постройки 1937 года выглядит, соответственно, на все свои 87 лет. Однако деревянную постройку, которая почти век, в 2025 году ждет капитальный ремонт. Правда, жильцы не уверены, что дом достоит. Ксения Бутина, Иван Гоголев. Новости по будням.